Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа компании люди и ведущая Александра Алферова. И в гостях у меня сегодня Анастасия Якубова, пиар-директор Курсу Кома. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите мне, пожалуйста, о бренде Курсу Кома. Сколько вилет вы на рынке и сколько у вас магазинов по детали? Бренд Курсу Кома – это модный бренд обуви и аксессуаров, который стремительно адаптируется под все текущие тренды. Бренд на рынке уже более 13 лет, и за это время бренд сотрудничает с большим количеством европейских дизайнеров, которые работают на именитые дома мирового уровня. Скажите, пожалуйста, это обувь и аксессуары, которые производятся в России или за рубежом? Это российский бренд, но производство диверсифицировано. Оно есть и в России, и в Польше, и в Азии. Но примечательно, что это все наши собственные фабрики с налаженным производством, куда вызывались лучшие мастера из Италии и настраивали все именно под бренд, под нужды бренда. Вы говорите о сотрудничестве с дизайнерами, которые работали на разные известные дома. Поподробнее тогда, да? Какая специфика, как вообще строится бренд, как строится, как формируется коллекция? В данный момент у нас есть три дизайнера. Двое из них работают над женской коллекцией, и один дизайнер работает над мужской коллекцией. За женскую коллекцию у нас отвечает Гайтана Перроне, это главный дизайнер обуви и аксессуаров бренда Александр Маквин в своей основной деятельности. Он отвечает у нас за такие новаторские модели. Он любит комбинировать разные виды кож, фактур. Его стиль всегда очень прослеживается в наших коллекциях. Второй наш дизайнер это Жулиан Лейдис, это француз, поэтому в наших коллекциях очень прослеживается этот французский шик. Он у нас отвечает за элегантные лодочки, за туфли, за балетки. То есть такая женская элегантность, самая настоящая. Также за мужскую линейку у нас отвечает дизайнер Макс Верре. Он ведет свою собственную линейку, она так и называется Макс Верре, продается в крупных универмагах по всему миру, и также он отвечает у нас за мужскую коллекцию. Из интересных фактов о сотрудничестве со всеми дизайнерами, с которыми мы работали, это, пожалуй, Эдгар Д'Азорио, который сейчас является создателем бренда Аквацура. Когда-то он работал на наш бренд, и многие даже об этом не знают. Он пришел к нам, закончив институт Сент-Мартинс в Лондоне. Тогда он был на перепутье, можно сказать, и не знал, чем ему заниматься. Вероятнее всего, это была одежда, очевидный выбор для дизайнера. Но, познакомившись с брендом Корсу Кома, создатели бренда предложили ему поработать в качестве дизайнера именно обувной линейки. И он попробовал, ему понравилось. Да, совместно было разработано много новых колодок. И затем он решил создать свой собственный бренд. То есть, получается, это ваша школа такая? Это наша школа, да, это наша школа. И можно даже проследить, что некоторые колодки очень похожи на наши. Не беремся утверждать, что это... Ну, он же придумал их, поэтому... Это было совместное такое творчество, потому что все-таки дизайнер и технолог — это немножко разные вещи. Дизайнер может нарисовать восхитительный эскиз, немножко гипертрофированный, который будет на бумаге очень красивый. Но все-таки обувь — это не одежда. И обувь нужно именно посадить на ноге, чтобы она была удобной, пригодна к носке, в принципе. А не просто красиво, в ней можно было бы постоять. Соответственно, технологи дальше дорабатывают, дорабатывают и разрабатывают вот эти колодки. Но это в любом случае такая совместная работа. Да, конечно, это совместное творчество большой компании людей, больших специалистов. Вы сказали, что компания на российском рынке 13 лет. Да. То есть это собственники, люди русские. Да, все верно. Русские люди, которые решили открыть обувной. Как вообще зарождалась эта компания, расскажите. Так как бренду уже более 13 лет, сложно говорить о каком-то таком большом историческом факте, как зарождалась компания. Просто появился интерес, появилась возможность. Изначально компания рассматривалась как такая компания B2B, которая будет работать именно с оптовыми закупками, с оптовыми клиентами. Но впоследствии с 2004 года было принято решение развивать именно розничную сеть. И тогда был открыт первый магазин в торговом центре «Охотный ряд». Такой флагманский у вас магазин. Да, это наш первый магазин. Если помните, тогда еще был другой логотип. Он был таким цветным, в розово-оранжевых тонах и очень сильно привлекал внимание. На текущий момент, вот тогда, в 2004 году появились розничные магазины. Вот на текущий момент сколько у вас розничных магазинов и в каких городах? В данный момент это около 40 магазинов. При этом у нас есть также франчайзинг, около 10 магазинов, которые открыты по франчайзингу. То есть 40 ваших, 10 франчайзингов? Да. Не буду перечислять все города, потому что… Не надо, да? Потому что это достаточно большой список. Это от Ростова-на-Дону, Сочи и до Владивостока. Также у нас есть интернет-магазин, который доставляет по всей России. У нас есть услуга примерки, то есть клиент чувствует себя абсолютно комфортно и не покупает пальцем в небо какую-то модель. Он может заказать одну модель в разной размерной сетке и купить только ту, которая действительно хорошо сядет. А это не вызывает раздражение у тех, кто привозит? Потому что я не раз слышала, что когда привозят большое количество, человек может не взять. Ему же приходится все это везти, это все предоставлять, например, а человек может просто не понравиться. Ну, это человеческий фактор, все к этому готовы, поэтому нет, никто не раздражается. Мы очень любим наших клиентов у нас. То есть вы к этому готовы? Да, конечно. Что человек может не взять вообще? Конечно. Ну, в этом случае клиент оплачивает только доставку. Курьерскую услугу. Да, 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 да. А сами товары отправляются обратно на склад и будут ждать своего звездного часа для следующего клиента. Также у нас есть мобильное приложение, доступное для Android и iOS. Соответственно, мы такая диджитал-компания, которая стремится развиваться вот именно в этой области. Вы сказали, что раньше был такой более яркий логотип. Давайте поговорим тогда про целевую аудиторию. Я поняла, что у вас есть мужская и женская обувь. Детская есть? Детская, к сожалению, нет. Ну, тогда давайте вот про вашу целевую аудиторию и почему вы менялись вот с течением времени. То есть я так понимаю, что у вас был некий ребрендинг. И к чему вы пришли? Да, мы взрослели. Сначала расскажу про, наверное, ребрендинг и затем про нашу целевую аудиторию. В 2009 году было принято решение уйти в минимализм. Была пересмотрена не только дизайн, но и ценовая политика, и дизайн, в принципе, наших коллекций. Дизайн магазинов у нас создавался итальянским архитектором Винченцо Дикотисом. Это архитектор, который также производит под своим именем мебель и различные аксессуары именно для дома, для магазинов, для шоурумов. В Италии он создавал такие магазины, как Max Mara и шоурум Альберто Ферретти. Также известный универмаг Excelsior. То есть у него такая достаточно богатая биография. Для нас он сделал такой минималистичный дизайн. У нас высокие потолки, светлые стены, много таких минималистичных металлических деталей с зеркалами. Они расширяют пространство, и визуально магазин кажется очень большим. Также его дизайн такой, знаете, timeless. Он вне времени, и несмотря на то, что дизайн-ребрендинг был произведен в 2009 году, а сейчас 2017, он смотрится очень актуально. И думаю, еще много-много лет будет смотреться так же актуально, как и сейчас, и тогда, когда он был создан. А если говорить про целевую аудиторию... Вот ребрендинг вы же сделали не просто так. Я так думаю, что были какие-то предпосылки, что поменялись ожидания аудитории? Поменялся скорее рынок и восприятие клиента, потому что броских магазинов, наверное, стало достаточно много, и мы решили уйти в минимализм. Я не зря сказала про изменения в коллекции. Мы начали делать наши фирменные лодочки. Это классические лодочки в различных цветах с металлическим каблуком. И сезон в сезон мы делаем эту модель в различных цветах, с различным декором. Это может быть металлический мыс или что-то другое. И так как лодочки — это всё-таки модель такая классическая и вне времени, было принято решение, что мы должны развиваться именно в области такого минимализма. И так как коллекция не сочеталась со всем внешним... Антуражем. Антуражем, да, магазина, решили, что нужно поменять всё. То есть начали с лодочек. Начали с лодочек, как всегда. Начали с малого. Да, начали с малого. Как всегда, купи девушке туфли. Весь в гардероб. А к туфлям нужно ещё очень много всего. Интересно. Вот про коллекции. Вы сказали, что на коллекции влияют те или иные дизайнеры. Как вы сказали, там, французы привнесли классику. Итальянцы, я так понимаю, что-то экстравагантное. Да. Вот сейчас есть некий тренд. Там классические платья, юбки сочетаются с кроссовками, кедами. И вообще мода меняется очень сильно. И сейчас уже нету каких-то там... Наоборот, сочетание сочетаемое. Да, никаких табу уже нет. Вот как обувной рынок при этом реагирует? И вот в частности компания, где много классических коллекций. Как вы идёте в ногу со временем? Вот я не зря сказала, что мы быстро адаптируемся к трендам благодаря своим фабрикам. Так как у нас своё производство, мы можем быстро и оперативно реагировать на изменения трендов. Безусловно, помимо лодочек и классических моделей французского шика и итальянского дизайна, у нас также присутствуют и кроссовки, и спортивные модели. Они также могут быть элегантными, они могут быть минималистичными, они могут быть, наоборот, гипертрофированными с серебряным дизайном и бабочками, например, как в нашей текущей коллекции. Благодаря заводу, собственным фабрикам мы адаптируемся очень быстро под тренды. И мы точно знаем, что наша целевая аудитория богосклонно примет каждую нашу коллекцию. Замечательно. На этом мы ненадолго прорвёмся. Дорогие друзья, мы вернёмся после небольшой паузы. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Это программа «Компания Люди» и ведущая Александра Алфёрова. В гостях у меня сегодня Анастасия Якубова, пиар-директор «Курсы Кома». Анастасия, снова здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами говорили о том, что вы очень быстро адаптируетесь и адаптируете коллекции и какие-то новинки под тренды. Расскажите, сколько коллекций в год компания производит? И есть ли у вас сезонность? Привязаны ли вы к сезонам? Да, безусловно, мы привязаны к сезонам. Это основные коллекции осень-зима и весна-лето. Наверное, практически как и у всех. Но при этом мы не показываем сразу всю коллекцию, которая нам сразу же приходит. Мы поставляем ее частями. И таким образом каждый месяц практически мы можем радовать наших клиентов новым ассортиментом. И благодаря этому мы также часто, наверное, один из немногих брендов, который может быстро и оперативно реагировать на какие-то новые коллекции и скидки. При этом вы работаете все-таки по системе фаст-фэшена? То, что вы сейчас говорите раз в месяц, но это предполагает как раз систему работы в фаст-фэшене. Что каждый месяц какая-то новинка. Или у вас заранее уже, вы знаете, просто намеренно придерживаете? Да, мы знаем об этом заранее и намеренно распределяем наши товародвижения таким образом, чтобы каждый, ну я грубо говорю, каждый месяц, там месяц-два обновлять, точнее не обновлять, а дополнять ассортимент, который у нас есть. Таким образом мы можем делать какие-то спецпредложения, акции. То есть получается у вас есть основная коллекция, некие капсулы или какие-то дополнительные? Ну да, мы можем называть их какими-то капсулами. Это такая новая поставка с каким-то обновленным ассортиментом. Например, сейчас у нас основной фокус – это новая поставка, новая коллекция от Гаитана Перона, такие мексиканские мотивы и вдохновение Фридой Кала. Поэтому такие яркие, яркие, броские краски, да. Как-то отличаются ли коллекции, вообще в принципе закупка этих коллекций для разных регионов? Потому что видите, погода меняется. У нас в мае было то холодно, то жарко и непонятно вообще, что будет завтра и что будет там в предстоящие месяцы. Ну то есть насколько быстро вообще вы можете на такие вещи реагировать и есть ли какие-то отличия? Безусловно, изначально у нас есть примерный ассортиментный ряд, который распределяется по городам. Естественно, во Владивостоке и в Новосибирске и в Сургуте погода совсем не такая, как в Ростове-на-Дону и в Сочи, например. Естественно, мы распределяем товар таким образом, что целевая аудитория, мы именно попадаем в целевую аудиторию. А вот мне интересно, эта коллекция, которая вдохновилась, дизайн вдохновился Фридой Кала, она пойдет, например, в Сургут? Она пойдет в Сургут, потому что в Сургуте тоже есть солнце. Бывает такое, что, например, какая-то коллекция не идет вообще в принципе в регион, потому что там это не будет востребовано? Бывают некоторые модели, которые не поступают, и в Сибири чаще всего основной фокус это зимой на более утепленные модели. И более того, даже если мы предложим какой-то большой ассортиментный ряд лодочек, например, в январе, маловероятно, что у нас будут высокие продажи. Ну, это логично. А вот, например, по цвету? Ну, то есть про функционал, скажем так, обуви, назовем это так, да, понятно, что там в Сибири надо чаще, чтобы грело, а не чтобы было красиво. А если мы говорим о каких-то, в частности, цвете, там преимущество, например, где-то черный, серый, там, болотный, или все-таки есть красный, желтый, там, и так далее? Красный, желтый есть везде, яркие цвета есть везде, в каждой коллекции, в каждом городе. И не поверите, но вот в Сибири летом люди как раз очень хотят получить таких ярких красок, и поэтому все яркие модели там очень хорошо продаются. Просто, например, в Ростове-на-Дону или в Сочи яркие модели также раскупаются быстро, но немножко раньше. Расскажите тогда про то, как вы, собственно, до своей цели в аудитории доносите, вот, и рассказываете обо всех ваших новинках, тем более, если они появляются с такой периодичностью. У нас есть соцсети, мне кажется, сейчас для любого бренда это один из основных методов продвижения. Это наш интернет-магазин с пуш-уведомлениями в браузерах, это смс-рассылки и мейл-рассылки, такой классический вид связи с покупателями в зависимости от предпочтения самого покупателя. Но основной фокус, конечно же, соцсети, это продвижение в собственных соцсетях, также работа с различными блогерами, селебрити, с различными магазинами, которые схожи с целевой аудиторией, я имею в виду магазины одежды, например. Целевая аудитория, вы мне сказали, ядро, вот кто это, какой возраст, чем они занимаются, кто это, молодежь или наоборот? Ядро аудитории 25-35, но эти границы с каждым сезоном размываются, потому что в коллекциях появляются, например, спортивные модели, которые сейчас очень актуальны, и спортивные модели больше относятся к целевой аудитории помладше, начиная от 18-ти. Но, тем не менее, мы сейчас оставляем такое ядро 25-35, это на процентов 80 всё-таки девушки-женщины, и на остальное, остальной процент приходится на мужчин. Это девушки, которые ценят свой стиль, которые любят путешествовать, которые ценят качество и при этом очень элегантны. Но вы говорите о том, что размывается, но при этом это вы осознанно делаете, или это получается в силу того, что вы следуете тренду? Это получается в силу тренда, в силу того, что действительно спортшик, он сейчас актуален, пожалуй, для любой целевой аудитории, начиная от детского возраста и заканчивая 50+. Да, причём они сейчас такие модники, что они в тренде. Хорошо, расскажите тогда, пожалуйста, может быть, про какие-то оффлайн-мероприятия, в оффлайне вообще что-то делает бренд, или вы сосредоточены в интернете, в диджитале? В последнее время мы сосредоточены на диджитал. Мы раньше проводили каждый сезон показ, но с прошествием времени отказались от проведения показов в силу неэффективности. И теперь работаем целенаправленно по разным ресурсам. Например, мы работаем с прессой, это может быть региональная и федеральная пресса. В некоторых городах мы знаем, что, например, работает лучше радио, чем пресса, и поэтому мы 100% используем этот канал. То есть так же зависит от региона. И такой тогда вопрос, привлекаете ли вы, вот вы сказали, что вы работаете в соцсетях с Celebrity, там и так далее, а был ли у вас опыт привлечения бренда амбассадоров? Потому что, вот я так понимаю, что вы активно привлекаете амбассадоров, скажем так, среди дизайнеров, потому что они как некие трендсеттеры, я так понимаю. А был ли у вас такой опыт с Celebrity? У нас был опыт с Celebrity, причем это было не на женскую аудиторию, точнее как, это было направлено на женскую аудиторию, но с мужской коллекцией. Нашим бренд-амбассадором был Сергей Лазарев. Это было, если не ошибаюсь, в 2013 году коллекция была более чем успешная, как среди мужчин, так и среди женщин, потому что, как мы знаем, очень большой процент женщин покупают обувь, в том числе своим мужчинам, и тащат их в магазин. Соответственно, это была очень успешная кампания, но с прошествием времени мы поняли, что мы можем работать с, не фиксироваться на каком-то одном человеке, работать с достаточно широкой аудиторией. И у нас достаточно большой пул Celebrity, с которыми мы работаем, как на съемках в различных журналах, так и в их блогах, так и на светских выходах, например. Ну, то есть вы как бы везде практически. Стараемся в диджитале охватить все. Расскажите еще про лояльность, про карты лояльности и вообще про систему лояльности для ваших клиентов. Я так понимаю, что вы мне так проговорились немножечко до программы, что вы отказываетесь от пластика. Да, мы идем стороной экологичного шоппинга. Мы отказываемся от дисконтных карт пластиковых в пользу электронных. Ну, и сейчас такой век диджитал, поэтому это более чем удобно. У нас в телефонах теперь даже наши кредитные карты существуют, которыми можно оплачивать все покупки. Электронная карта полностью заменяет дисконтную. Более того, она более удобная, чем обычная пластиковая карточка. Ее не нужно носить с собой. Она всегда в телефоне. В ней виден баланс, процент по покупкам, процент скидки. Также на ней есть штрих-код, который легко считывается на карте. И карта всегда с вами очень удобная. Вы как-то отдельно об этом рассказываете в своей аудитории? Делаете это как ваше преимущество, как отдельный информационный пункт? Да, конечно. На кассах мы каждому покупателю предлагаем оформить эту систему. Более того, мы таким образом сразу получаем прямой контакт в виде имейла, на который потом мы можем отправлять наши рассылки с различными новинками, например. А рассылки актуальны еще, на ваш взгляд? Они вообще работают? У нас рассылки работают. Мы стараемся сделать очень креативный дизайн наших рассылок. Мы практически каждую неделю делаем имейл-рассылку. Например, недавно у нас была рассылка, которую мы назвали «Неласковый май». Это был точно «Неласковый май». И мы зацепили. Как раз у нас была рассылка, которая включала в себя такие модели, которые, казалось бы, сейчас уже неактуальны, но оказались очень актуальны. Это, например, ботильоны и резиновые сапоги, которые оказались просто хитом продаж. Да, то есть у вас сразу же всплеск продаж. Да. Ну, это прям удивительно быть в тренде и оказаться в нужное время, в нужном месте. Да, ну и спасибо погоде. Да, ну в данном случае да, спасибо. Давайте тогда, наверное, на этом завершим. Успех. Вот в чем успех? Вы не раз говорили про креативность, про то, какие у вас замечательные специалисты, и какие у вас действительно креативные дизайнеры. Вот в чем успех компании? Успех нашего бренда в первую очередь в качестве, потому что мы сотрудничаем с фабрикой Бонауда, которая также предоставляет свои различные материалы, там кожу и так далее, и фурнитуру для таких именитых домов, как, например, Прада, и Эрмес, и Диор. Мы закупаем все материалы на этой фабрике. Мы можем гарантировать, что наша обувь очень качественная. Ну и, конечно же, это дизайн, быстрая реакция на тренды и наша команда. Спасибо большое за очень интересную беседу и желаю вам успеха. Спасибо. Дорогие друзья, на этом программа «Компания люди» подошла к концу. А в гостях у меня была Анастасия Якубова, эксперт-директор курса Кома. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok